Припять Город энергетиков после аварии на Чернобыльской атомной электростанции Еще месяц назад здесь жили люди, работали, растили детей, строили планы на будущее Все прекратилось в одночасье, все оборвалось Беда заставила оставить свои дома, бросить все, с чем сроднились душой Город стал опасным для жизни Мир содрогнулся, узнав об этом Весь советский народ откликнулся на трагедию в Чернобыле Поднятые по тревоге в работу по ликвидации аварии включились советские воины Дальше полковник, второй батальон специальной обработки для совершения марша готов Гомандир батальона, майор Маринин Здесь на въезде в закрытую зону проходит незримая черта За которой начинается другая жизнь, иной отсчет времени Флагбаумами и ограждениями обозначен, выражаясь по-военному, передний край противника Не условного, а вполне реального Он не виден, не слышен, не осязаем, а оттого еще более опасен Произошла авария, которая считалась маловероятной Но задним числом не исправишь того, что случилось вчера Грозная авария на четвертом энергоблоке дала понять, что мы живем в ядерный век И какой зловещей силой становится атом, вышедший из-под контроля человека Характер авария, ее последствия казались маловероятными, почти невозможными Ликвидацию ее последствий возглавила правительственная комиссия Вслед за пожарными в битву с ядерной стихией вступили подразделения советской армии Одним из первых в район аварии с группой специалистов Прибыл начальник химических войск, ныне герой Советского Союза, генерал-полковник Пекалов На 28 числа считаем целесообразным проверить левобережную часть Правительственная комиссия непрерывно запрашивала данные о развитии обстановки Работа не прекращалась ни днем, ни ночью Как будем мы высвечивать всю территорию станции? Генерал-полковник, в настоящее время мы имеем на станции на метре 36 точек контроля На военных химиков возлагалась одна из самых сложных и ответственных задач Провести разведку маршрутов, овладеть ситуацией, особенно у 4-го блока Составить радиационную карту опасной зоны Потом по коридору, проложенному разведчиками Пошли подразделения инженерных войск Шахтеры, метростроевцы, геологи, строители Это потом А пока Погашенный, но неукрощенный реактор угрожал еще большими непоправимыми бедами Дорога каждая минута Права на ошибку не было Правительственная комиссия приказала закрыть реактор сверху Такая задача была под силу только военным авиаторам Еще жители не покинули Припять А к реактору, лицом к смертельной опасности, летели вертолетчики на своих машинах Круженных бором, голомитом, глиной, песком Вспоминает герой Советского Союза генерал-майор авиации Антошкин Ну, летчики выполняли день в среднем-то по 15-20 вылетов Ну, до 23 вылетов На реактор для сброса вот этих вот грузов А отдельные экипажи, такие вот экипажи, как подполковник Яковлев До 33 вылетов Сами представляете, что такое 15-33 вылетов Когда температура превышает сотню градусов на высоте 200 метров Когда уровень радиации доходит там, в этих условиях Зная об этом, сознательно люди шли И шли не только для того, чтобы сбросить А шли, чтобы больше, быстрее сбросить Сознание того, что вся страна ждала обнадеживающих везти из Чернобыля Удеся теряла силы военных авиаторов Помогало им сделать почти невозможным 5 тысяч тонн бора, доломита, песка Образовали пробку в кратере поврежденного реактора Уменьшился выброс радиоактивных веществ Невероятным усилием воли Героическим трудом Закрытый район атомной электростанции постепенно из чрезвычайной зоны Превращался в зону планомерной, хотя и напряженной Продолжительной по времени работы Направление главного удара по-прежнему Поврежденный реактор По фронтовому ставились задачи Определялась тактика наступления на наиболее опасных участках ИМР 2. Разборка завала и погрузка грунтов контейнера Третий ИМР Вывоз контейнеров на промежуточную площадку складирования Четвертый, пятый, шестой Срезка грунта Седьмой, восьмой, девятый Загрузка металлолома ПТС Предстояло снять вокруг станции Верхний слой зараженного грунта Вывести его и захоронить Это требовало гигантского труда На всех этапах работ Первый шаг навстречу опасности Делали политработники и коммунисты Личным примером увлекая за собой других Каждый квадратный метр территории Очищенной от радиации Воспринимался как крупная победа Даже полметра А чем больше становилось от воеванной территории Тем дальше отступала беда В мире не было опыта ликвидации подобных аварий Как влияет станция на радиационную обстановку Во всей контролируемой зоне Как локализовать распространение радиоактивности Требовалась самая тщательная радиационная разведка Пострадавших районов Результаты воздушной разведки Уточнялись наземным Полученные данные многократных замеров На дорогах и полях В лесу На берегах рек и постройках Анализировались Сопоставлялись Пришли к выводу Что одним из источников распространения И переноса радиоактивности С одного места на другое Является пыль Мощные вертолеты Способные в боевых условиях Перебросить по воздуху Современную военную технику Несут баки с жидкостью Чтобы специальной пленкой Связать пыль и песок Не дать ветру поднять их На помощь пришли самолеты Гражданской авиации Заправка жидкостью Полет Обработка мест пылеобразования Опять заправка Полет И так каждый день Обработаны районы 30 тонн Обработаны районы Железной дороги Чапаевка Михайловка Район Чапаевка Михайловка Вертолетчики рассчитали Если заправлять вертолет горючим Только на один рейс То на треть уменьшится вес Этого горючего Ровно на столько больше Можно взять специальной жидкости Это на один рейс А сзади них 10-12 Прибавка составляла Десятки тонн Значит Большую площадь Можно обработать На дорогах Эту работу Выполняли Авторазливочные станции Наступление на станцию Продолжалось Худшее осталось позади Начался второй этап Борьб Еще более сложный Чем первый Предстояло закрыть Поврежденный реактор Обстановка на станции Не позволяла Вести все работы Широким фронтом Еще достаточно высокими Были уровни радиации В непосредственной близости От аварийного реактора Проблем оставалось Еще много Одна важнее другой Любая из них Не учтенных Или недооцененных Могла обернуться Новой бедой За каждой Выдвинутой Здесь Идеей Принятым решением Гораздо больше Чем просто Столкновение Часто Противоборствующих Мнений Нужна была Истина Как узнать Какая температура В развале Какие принять Варианты защиты От радиаций Какие фильтры Поставить на пути Смертельных газов Требовались проверки Испытания В реальных условиях Ученые Специалисты Разных Министерств И ведомств Объединили усилия Они стремились Преодолеть Барьер Неизвестным Предлагали Новые Материалы Проверяли Различные Датчики И детекторы Ионизирующих Излучений Все это Устанавливалось В контейнер Который Предстояло Опустить С вертолета Прямо в ряг Ювелирное Мастерство Требовалось От вертолетчиков Чтобы Опустить Контейнер В развал Удержать Его нужное Время На строго Заданной Высоте И снова Расчеты Одни Вопросы Порождали Другие Как подвесить Контейнер На какой Длине Требетчиков 300-400 метров в зоне опасной для висения с точки зрения аэродинамики, а также в зоне повышенной радиации. Сложность также еще заключалась в том, что летчик, экипаж не видит место, куда опустит термопарк. Отвечается, отлично, отвечается. Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте, Дмитрий. 420-й доложил. Работу над реактором начал. Всего одной строкой в акт правительственной комиссии войдет операция, проводимая сейчас экипажем вертолета Ми-8. Но за этой строкой мужественный труд десятков, сотен людей, отважно шагнувших навстречу опасности. А доблесть и героизме многих из них уже сложены легенды. Получены очередные сведения. Реактор неохотно расставался со своими тайнами. Но то, что вчера еще казалось почти или вовсе неразрешимым, уже поддавалось анализу. Испытания усложнялись, проводились новые. Теперь надо пролететь над развалом реактора с дымовыми шашками, чтобы прочертить небо горизонтальным следом дыма. Подъем дыма восходящими потоками снимался на кинопленку, чтобы потом определить объем и скорость выбрасываемых из реактора газов, а значит и рассчитать тепловую мощность и суточный выброс активности. Все больше получали данных, которые учитывались при конструировании укрытия для аварийного реактора, определении его функций. Стала реальной возможность отделить четвертый блок от соседних, окружить его стеной из металла и бетона. Уточнялся, приобретал конкретность проект саркофага, бетонного исполина 60-метровой высоты, начиненного тоннами металлоконструкций. Каркас саркофага собирали на заводе и уже готовыми секциями везли к реактору. Оставалось только состыковать их и залить бетоном. Требовался бетон. Много бетона. Были построены три бетонных завода, каждый из которых по мощности мог обеспечить потребности, возникающие при строительстве крупной гидроэлектростанции. Заканчивались подготовительные работы перед закрытием реактора. Шла тяжелая, напряженная работа в самой, что ни на есть опасной зоне. Говорит капитан Трифонов. Наша часть выполняла задачи непосредственно перед самым реактором по дезактивации территории, прилегающей к биологическим стенам, которые были поставлены ранее. Мы эту территорию уже очистили, снизили резко фон. Сейчас последующая наша задача это надвижка вот этой вот биологической стенки и закрытие по периметру всего реактора. Люди работали очень хорошо. Не приходилось практически никого заставлять, подгонять. Слово теперь за строителями. Это им возводить для поврежденного реактора стены укрытия многометровой толщины. Техника, работающая в зоне радиоактивного заражения, сама становится загрязненной. После каждого рейса к станции машины отправлялись на пункт специальной обработки. Но как бороться с радиоактивностью, которая въелась в металл, вместе с пылью набилась в радиатор, в двигатель машины? Солдаты и офицеры частей химзащиты, не смыкающие глаз ни днем, ни ночью, боролись за каждую машину. Не помогали обычные средства, обрабатывали паром, щелочью, делали все, чтобы вернуть технику в строй. Говорит подполковник Калуженов. После дезактивации техники на пункте специальной обработки установлено, что техника все-таки остается загрязненной. Для выяснения причины организован пункт частичной разборки техники, где снимаются возможные агрегаты, узлы, которые здесь затем дополнительно разбираются, тщательно анализируются на остаточную загрязненность. И в том случае, если загрязненность превышает допустимые нормы, как сами узлы и агрегаты, так и техника отправляется на повторную обработку. Если же и дополнительная обработка не помогала, технику отправляли на специальные площадки естественной дезактивации. Выпустить зараженную машину в рейс, подвергнуть угрозе здоровью водителя. Субтитры создавал DimaTorzok Чернобыльская трагедия. Выбита с Кали привычный ритм жизни целых регионов. Скольких ученых, специалистов, военнослужащих, руководителей оторвала беда от своих прямых дел и обязанностей. Сколько техники, нужной в народном хозяйстве, переброшено сюда. Чернобыльская земля ждет спасения. Сотни деревень попали под воздействие радиации. Жители, как и в Припяти, оставили свои дома, успев захватить только документы до нескольких семейных фотографий. Для возрождения этой земли сюда пришла армия. В школе теперь штаб одного из секторов по ликвидации последствий аварии. Отсюда исходят боевые приказы, здесь координируются действия военных подразделений. Батальону приказано совершить марш в район проведения специальной обработки населенного пункта по маршруту автопарк, населенные пункты Орженикидзе, Старые Соколы. Внимание! Военные специалисты, химики-дегазаторы, готовились долгие месяцы для ликвидации последствий возможной ядерной или химической войны. Свои знания и навыки им неожиданно пришлось применять на практике в мирное время, в экстремальных условиях. Разведчикам, закончить разведку доложите уровень радиации на местности и фон. Лучше, лучше промывай вверх. Лучше. Атоль, обращай на крышу. На крышу внимание. Расчет автомобиля биржанта Пузина приступить к дискивации колодки. Расчет машины 62-12 подготовиться для дискивации дороги. Многое нужно успеть. И задачи возникали сложные. Как быть с мусором, от которого уровень радиации в несколько раз выше, чем от травяного покрова? Где его захоронить? Что делать с шиферными крышами, на которых вырос мох, не поддающийся никакой дезактивации? И так жарко, а тут еще в герметичном защитном костюме, как в парилке, глаза заливает пот. Даже после обработки одного объекта валишься с ног, а их бывало до трех-пяти в день. Ложились спать, будто в пропасть проваливались. А утром снова в особую зону, и начинался отсчет литром раствора, тонном снятого грунта, сотням километров обрабатываемых дорог. Можно отмыть дома и дороги. А как быть с полем и лесом? Как помочь затянуться раны, которую нанесла беда земле? Я, как директор школы, пенсионер, остался на своем посту. Помогаю штабу оперативной группы. Надеюсь, что наши войска делают все возможное, чтобы ликвидировать последствия Чернобыльской АЭС. Помимо своей работы, они и делают очень полезную работу и для школы. Говорит директор школы Николай Григорьевич Булах. Много чего сделано и много чего запланировано. Мы надеемся, что наши дети, население, вернутся домой и услышим детские голоса в школе и сядут за парты и услышим школьный звонок. Надо было думать о будущем. Как свести опасность к минимуму и не только на сегодня, но и для специалистов, которые вернутся завтра на станцию, для жителей окрестных сел и поселков, которые войдут в свои дома. Чтобы предотвратить попадание паводковых и ливневых вод в Днепр и Припять, целый комплекс инженерных сооружений возводится вокруг станции. Водонепроницаемая стенка, уходящая на 30 метров в глубину, теперь будет опоясывать опасную зону, препятствовать заражению грунтовых вод. С первых дней вся страна пришла на помощь Чернобылю. Необходимое оборудование, материалы везли по земле, по воздуху. Река с причалом стала важнейшей жизненной артерией большой стройки. Само слово Чернобыль стало паролем, заставляющим сделать то, что вчера показалось бы немыслимым, нереальным, заставляя забыть о сне и отдыхе. Каждая машина с песком, щебнем, камнем, хоть на маленький шаг, приближала к победе. Водозащитная плотина в пойме реки Припять, для строительства которой потребовалось бы месяца работы, возведена инженерными войсками за 10 дней. Субтитры создавал DimaTorzok Время в Чернобыле измерялось не только часами и днями, но и допустимыми дозами облучения, которые определяли предельный срок работы. Одни от работы в положенной уезжали на отдых, и к эстафету принимали другие, но работа не прерывалась ни на минуту. Радиация не разбирает, кто солдат, кто генерал, кто рабочий, кто академик. Беда сблизила всех. Одно дело на всех и одна форма одежды. На чернобыльскую вахту прилетела очередная смена правительственной комиссии. Главными вопросами были состояние реактора, радиационная обстановка в 30-километровой зоне на промплощадке в городе. Доклады, предложения. Решения принимаются с учетом реальных обстоятельств. Но прежде всего забота о безопасности людей, работающих с высокими уровнями радиации, их быти, условиях жизни и отдыха. все более оживленным становится Чернобыль, принимающий всех, кто помогает наладить нормальную жизнь. В городе разместились различные штабы, открылись столовые и магазины военторга, киоски союз печати. В короткие минуты отдыха и обеда успевают поделиться новостями, чтобы через час разъехаться по своим неотложным делам. Одним из таких дел было возведение вахтового поселка Зеленый мыс для тех, кто продолжал работать на Чернобыльской атомной электростанции. Выполнение заданий на 300% стало нормой для военных строителей. Сами военнослужащие развестились в палаточных городках, обосновались по походному, со своим немудреным бытом. В один из таких городков навстречу к воинам прибыли диспетчер пожарной службы капитан Леонид Осицкий и участники тушения пожара на реакторе старший лейтенант Виктор Мельников и сержант Виктор Машевский. Дежурный каравул во главе с лейтенантом Правиком прибыл на пожар. Воинам пришли те, кто в страшную ночь сменили своих товарищей, первыми шагнувших навстречу ядерному огню и боролись за сохранение станции до полной ликвидации пожара. Сегодня вся страна знает о подвиге пожарных, принявших на себя самый трудный и коварный удар. Они, конечно, знали, на что они идут, но сами поймите, они знали, за ихними спинами был весь город, это 50 тысяч людей, а может и еще больше, и никто с них не дрогнул, вы сами знаете. Конечно, трудно об этом не говорить, вы сами поймите меня, но я еще раз хочу подчеркнуть, не сразу это все делается, как говорят, совершили подвиг, к этому идут люди постепенно. Я думаю, что выражу единодушное мнение, если мы сейчас все встанем и минутой молчания отдадим последнюю дань тем ребятам, которые погибли, защищая и наши жизни. погибшие ради продолжения жизни на земле обретали бессмертие в памяти благодарного человечества. Приняв от пожарных эстафету мужества и отваги, воины продолжали борьбу за возрождение Чернобыльской земли. И в мирное время армия бесстрашно действует в зоне опасности, борется, защищает, спасает. Продолжение следует... Мы находимся на крыше третьего энергоблока. Воины нашей части занимаются снятием битумного покрытия. Работа очень сложная, ответственная. Приходится работать по группам. Воины меняют друг друга. первоочередные работы по ликвидации и последствия аварии подходили к концу. Но проблемы еще оставались. На заседании у начальника гражданской обороны, заместителя министра обороны СССР, генерала армии Говорова, уточнялся график подготовки к пуску первого и второго реакторов. Еще трудно поддавались дезактивации внутренние помещения станции. Искали выход, искали выход, опираясь на опыт, приобретенный в первые месяцы. Уровни радиации удалось резко снизить. В десятки, а то и в сотни раз. Но на некоторых участках они оставались еще опасными. Каждое утро на оперативных совещаниях у главного инженера станции ставились задачи на предстоящий день. Специалисты по атомной энергетике и военные. Сплав знаний и опыта, командирской воли и решимости довести дело до конца. Мы с вами в этих команд цеховых развод делаем вот здесь. Сзади, где караул МВД. После очистки крыши реактора от радиоактивного мусора фронт работ был перенесен к подножию разрушенного реактора. Метр за метром почти в притирку укладывали плиты, чтобы похоронить под ними остаточную радиацию. В особой зоне особое отношение к делу. Понимали друг друга без слов, по жесту, взгляду. Даже когда радиационная обстановка еще внушала серьезную тревогу, работали по максимуму, если только позволяли дозовые нагрузки. приближался день пуска первого и второго энергоблоков. Каждый из участников битвы за спасение станции приближал этот день своим трудом. Центральный зал одного из энергоблоков. где-то там, под ногами, под ногами затаилась ядерная мощь остановленного реактора. Сразу же после взрыва радиоактивность оказалась практически во всех помещениях. Каждый уголок, каждый сантиметр поверхности не один раз нужно было обработать. Миллионы квадратных метров внутренних площадей было обработано руками военнослужащим. Киев в мирное время вдруг ставший при фронтовым городом, с первого дня принявший на свои плечи трудности и заботы по ликвидации аварий, возвращался к нормальной повседневной жизни. Постепенно разглаживались морщины на лицах у матерей, все чаще слышался смех на улицах. Вернулись домой дети, вывезенные на лето из города, и школьный звонок первого сентября прозвучал радость необычного. И это ли не награда тем, кто трудился в опасной зоне с невероятным напряжением сил? За мужество и воинскую добрость проявленные при выполнении заданий советского правительства и министра обороны СССР по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции наградить вымпелом министра обороны СССР за мужество и воинскую добрость. По поручению министра обороны СССР вручаю вам вымпел министра обороны за мужество и воинскую добрость. Продевайте. Без лишних слов проводила мужа на выполнение своего воинского долга, потому что понимаю, чем раньше будут ликвидированы последствия аварии, тем быстрее на родные земли смогут вернуться дети, женщины и пожилые люди. Каждый день с нетерпением ожидаем передачи по телевидению и сообщений в печати о вашем труде, о вашей жизни. А теперь и сама вижу, что такие сильные духом мужественные люди, как вы, ликвидируют последствия аварии. И Чернобыльская земля будет возрождена. Мы глубоко уверены, что та работа, которая проведена вами, личным составом, который работал до вас и который будет работать после вас, личным составом других соединений и частей Советской Армии, нашим трудом, нам удастся возродить к жизни наши энергоблоки, и станция будет выдавать электроэнергию, тепло и все, что так необходимо для нашей Родины. Железная нечеловеческая воля, знания и опыт, добытые мужеством, любовь к родной земле, были их союзниками в борьбе со стихией. Плечом к плечу с академиками и рабочими, инженерами и медиками прошли они нелегкий путь к победе, одержанной над вышедшим из-под контроля атомом. Огромным трудом, трудом многих, закрыт аварийный реактор. И как главный итог подвига, совершенного здесь советскими людьми, первые миллионы киловатт электроэнергии, которые дала возрожденная Чернобыльская атомная электростанция. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok